Усыплять хвостов можно только в случае неизлечимых болезней или серьезных травм. Содержать в приюте пушистых обитателей необходимо до 20 июля. Пока подрядчик меняется, неизвестные продолжают отстрел собак. В период майских праздников в группе одного из частных приютов появилась информация о том, что в городе орудует злодей, ненавидящий псов, причем не только бродячих. Разные районы города, а тип убийства один. Человек разгуливает с винтовкой по городу, он очень опасен. Собаки умирают в муках, в основном дают отек на легкие. Скорее всего, пули чем-то пропитаны. Мою собаку убили на территории базы в разгар рабочего времени. Собака спала под газелью. Люди под постом с автором солидарны. У кого-то также пострадали домашние питомцы, а кто-то видел убитых собак. Позже зоозащитники поделились новыми фактами. Истреблением мохнатых занимается целая банда. Один стреляет обычными пулями, другой – отравленными. Либо подбрасывают отраву вместе с лакомством. То, что мстителей несколько, доказывает тот факт, что охота на животных происходит в нескольких районах одновременно, причем рядом с детскими площадками. При службе регионального ОМВД информацию подтвердили. Кто-то целенаправленно занимается истреблением собак. В работу приняты заявления. Проводится экспертиза пуль. Мнения населения снова разделились. Кто-то поддерживает уничтожение безнадзорных особей, кто-то жалеет их, а кто-то задается вопросом, когда появится муниципальный приют, прошедший госэкспертизу, и строительство которого администрация Оренбурга анонсировала в 2023 году. Субтитры создавал DimaTorzok